На верфи Fincantieri началось строительство восьмого фрегата класса для ВМС Италии, ВПК Концептуальный проект европейских многоцелевых фрегатов Оснащенный американской боевой системой Представленный на выставке 2014 концерном Источник ЦАМТА, 27 февраля Компания Fincantieri объявила о состоявшейся 25 февраля на верфи Рива-Тригосавгеной церемонии риски первой стали для восьмого фрегата класса ФРЭМ Предназначенного для ВМС Италии ФРЭМ Это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Франция и Италия под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений ОК В рамках этой программы ВМС Италии разместили заказы на строительство компании Аризонтисистеми Навали Совместное предприятие Fincantieri, 51% Ифин Меканика, 49%, 8 кораблей, 4 ед В многоцелевой версии 4 ед В противолодочной Кроме того, имеется опцион на строительство еще двух фрегатов, которые планируются реализовать до середины 2015 года Для справки, ВМС Франции заказали 11 фрегатов Как планируется, корабли ФРЭМ заменят в составе итальянского флота фрегаты типа Флупа и Маэстраль Построенный в Финкантерии в 1970 г.г. Строительство головного фрегата Ф-590 Карло Бергамини в многоцелевой версии началось на верфи Рива Тригоса в феврале 2008 года Спуск на воду состоялся в июле 2011 года, а 29 мая 2013 года фрегат был передан ВМС Италии Следующие четыре фрегата построены в противолодочной версии Второй корабль серии Ф-591 Вирджиния Фазан Итальянский флот получил 19 декабря 2013 года 27 февраля 2014 года ВМС Италии приняли третий фрегат Ф-592 Карло Марго Тини В июле 2014 года начались морские испытания четвертого фрегата класса Ф-593 Карабиньери, который будет принят на вооружение в начале 2015 года В декабре 2014 года на верфи Финкантерии был спущен на воду пятый фрегат Ф-594 Альпина Закладка Киля шестого фрегата состоялась 6 сентября 2013 года Фрегат класса Карлабергамини ВМС Италии имеет длину 144 метра Ширину – 19,7 метра Полное водоизмещение – около 6700 т Силовая установка типа «Кодлаг» позволяет развивать крейсерскую скорость хода 16 узлов и максимальную – 27,5 узлов Дальность плавания фрегата на скорости 15 узлов – около 6000 морских миль Автономность – 45 суток Экипаж – 145 человек Фрегат оснащен двумя пусковыми установками ложных целей для защиты от торпед Летной палубой и ангаром для двух вертолетов НХ-90 или одного А-101 и одного НХ-90 27 февраля 2015 года права на данный материал принадлежат самто материал был размещен правообладателем в открытом доступе